Делегация из РФ прибыла в Сирию с официальным визитом, в рамках которого будет обсуждаться дальнейшее развитие межрегиональных отношений в области экономики и гуманитарной сферы сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по реализации соглашения о сотрудничестве между Единой Россией и партией Арабского социалистического возрождения БАС Дмитрий Саблин Сегодня пришло время для перехода к запуску и реализации реальных экономических проектов, в том числе в регионах Развитие региональных связей является важнейшей задачей, и мы будем оказывать их налаживанию и развитию всемирную поддержку В прошлый наш приезд было подписано соглашение между провинцией Хомс и Ханты-Мансийским автономным округом Сегодня с нами для подготовки соглашения приехали представители правительства Севастополя, естественным партнером которых в Сирии является Тартус, сказал Саблин По словам депутата Госдумы, в ходе визита также планируются переговоры о сотрудничестве Московской области и провинции Дамаск Кроме того, в Дамаске мы обсудим с представителями партии БАС культурные, социальные и гуманитарные проекты, содействие изучению русского языка, взаимодействие молодежных организаций, встретимся с депутатами Народного Совета САР, а также с Верховным Муфтием Сирии и предстоятелем Братской Антиохийской Церкви, добавил собеседник к агентству В середине апреля в Дамаске состоялось подписание договора о сотрудничестве между партией Единая Россия и партией Арабского социалистического возрождения, БААС С российской стороны соглашение подписал секретарь Генерального Совета партии Единая Россия Андрей Турчак, с сирийской, заместитель генерального секретаря партии БААС Хилляль Хилляль Сопредседателем рабочей группы по реализации соглашения с российской стороны стал председатель патриотической платформы партии, координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии и первый заместитель председателя боевого братства Дмитрий Саблин, с сирийской, член регионального руководства ПАС, БААС, Юсеф Ахмад Развитие ситуации, в спецпроекте РИА Новости Война в Сирии РИА Новости Война в Сирии